Добрый день! Не так давно компания Sengso выпустила серию головоломок под названием Magic Column Cube. И был это обычный утконос, был двойной версия 2.0 и еще версия зеркальная. Оригинальная головоломка когда-то была под названием Platypus. Platypus в переводе утконос. Ну видимо из-за авторских прав оставили название Magic Column не очень удобное, не очень привычное. Я когда-то назвал это странным октаэдром, потому что по структуре это все-таки октаэдр. Тут 8 граней, 4 круглых и 4 вот таких. И крестовина октаэдра. И выпустила компания Sengso чуть позже версию 3.0. Вот в этой коробочке. И я ее не торопился покупать. Потому что цена была высокая. Я думал, ну наверное в Китае так дорого, тысячи две она стоит. Подожду пока появится в России. Появилась в России. Была надежда, что будет хотя бы ну так же стоить. Просто быстрее приедет. Ну стоило оно еще дороже. Там 2.600 и больше. Поэтому я все-таки заказал в Китае примерно за 2 тысячи этот платипус. Или утконос Magic Column Cube 3. Коробочка большая. Ну я думаю, ну обычно такие нестандартные ломки, большие коробочки и делают. Ожидал увидеть какого-то кархатулю. Типа вот этого. Да? Что здесь такого-то? Один слой всего. Тут хоть два, и то большой. Ну открываю коробку. И достаю вот этого вот борова. Смотрите какой огромный. Если сравнить с первой версией, насколько толще. Да, высота примерно такая же, чуть выше. Но диаметр конечно впечатляет. Ну видимо по килограммам измеряли и цену. Остановимся на секунду на коробке. Техническая информация, код товара, всякое. 6+. И там даже есть инструкция. Я его правда не доставал. Но видимо инструкцию можно использовать. По-китайски и по-английски. Да, и что-то здесь. Говорит, собираете, может быть соберете. Не смотрел, собрал. Так, что интересного. Слой 1. Получается вот грань фиолетовая. Вот грань желтая. Везде однослойная. Но стало больше разрезов. Сразу вспоминаются какие-то вот такие вот головоломки, где какой-то похожий рисунок. Но это сильно сложнее. Поэтому пока тоже. Изначально утконосы все делали с магнитными. Не знаю как в зеркальной версии. Они не чувствуются. Возможно их уже нет. Но здесь, если магниты есть, то они не чувствуются. Ни на вращении верхней части. Разъезжается так слегка. Ни здесь. Может и есть. Не проверял, не вскрывал. Но оригинальный, самый первый, был магнитный. Магнитики прямо внутри. И вот на этих местах ощущаются. При поворотах не очень. Возможно там их тоже нет. Уже не помню. Больше разрезов. Поэтому можно перемешивать. Вот так вот по одному элементу. Фактически собирается интуитивно. Давайте заодно перемешивать. Кроме, наверное, последнего. Последних двух центров. Ну вращается хорошо, приятно. Если вы хотите купить только один утконос из всех. Magic Clone. То это, наверное, лучший вариант. Здесь собирать не так быстро. И интересно. Главное совмещать прорези вот эти так, чтобы крутилось. Потому что иногда хочется сделать как-то повернуть. и вернуть, вращать, где еще нет. Ну я уже так не умею. Вот если не довернуть, то можно пытаться вращать то, что не вращается. Перемешиваем дальше. Так, вот так вот хочется иногда вращать. Но нельзя, к сожалению. Минус головоломки в том, что перемешивать ее не очень удобно. Тот же какой-нибудь 4х4 перемешать гораздо проще. Вот. Вот так вот иногда хочется вращать. Но вот этот разрез нам говорит, что вращать нужно в другом направлении. Ну, конечно, дорогая. Но из всех утконосов, наверное, цена самая адекватная. Хотя могла бы стоить и подешевле. Что-то приличное, интересное и собирается не так быстро. Ну вот, как-то перемешал. Давайте попробуем собрать. Тут еще можно всякий узор, наверное, делать. Что-то звездочка вот эта красивая. Давайте начнем с белого цвета. Я уберу полностью все белые элементы. Если у меня получится. Вот. Вначале у нас шестиугольный центр. Это грань. И вот эта грань. Грани октайтра. Начинаем с плоской грани, где элементов много. Вот этих элементов два цвета. Вот у этих по одному цвету. Так называемые ребра центров. А это углы центров. Здесь же это один большой центр. Ну, наверное, неправильно называть вот это все центром. Пусть будет грань. Это ребра. Это углы. Это центры. Наверное, так будет достаточно. Ну и вот эти большие центры. Сначала поставим какой-нибудь один. Такой маленький треугольник. И рядом можно поставить вот таких вот два элемента. Можно поставить сюда еще один белый треугольник. Еще его отдельно. Тогда здесь получится место для тройного элемента. Тройной элемент можно собирать одного цвета. Можно собирать двух цветов. Давайте посмотрим. Вот у нас есть синий. Попробуем рядом с синим его собрать на соседней грани. Синий и вот сюда еще один синий. Вот собрался и поставим вот здесь. Да, так сначала повернуть. И вот уже часть собрана. Поставим еще сюда один треугольник. Отдельный. Есть где-нибудь? Ну, отдельных уже нет. Поэтому поставим какой-нибудь вот такой. Вот. И можно вот на эти места ставить еще тройные группы. Здесь красный. Рядом с ним нужен еще один красный. Вращаем так, чтобы не сломать уже собранное. Есть. Ну и цвета вот этих больших элементов нам подсказывают в каком порядке должны элементы стоять. Тут синие, значит тут красные. Подводим красные и сюда ставим. Но остаются зеленые. Отведем вот этот кусок на соседнюю грань и там где-нибудь подружим. Вот этот вот с этими. Вот так. Одна грань готова. Осталось три. Все неравноценные, но теперь будет не так легко делать такие невозвратные движения, чтобы здесь это не сломать. соберем какую-нибудь давайте фиолетовую. Вот сюда уже можно тройной блок ставить. Здесь поблизости что-то есть. Один зеленый, еще другой зеленый. Ребра вот эти вот они одинаковые, поэтому можно брать любое фиолетовое. здесь пока не собрано, поэтому спокойно ставим. Дальше что есть? Вот оранжевое есть и вот оранжевое, но тут с ребром а, ну в принципе тут ребро есть. Вот так вот объединим и к ним добавим еще один оранжевый. Поставлю сюда, смотрю подходит ли цвет, цвет не подходит. А, зачем я оранжевый собрал? Я же фиолетовый собирал. Да, немножко попутал, это было лишнее. Не то стал собирать. Вот у нас вот такая компания, красная есть. Ставим куда-нибудь, очевидно, что надо не сюда, здесь цвет зеленый, здесь цвет желтый, значит нужно вот эту компанию переместить сюда. Так, и вот так. Что я забыл сделать, это поставить вот сюда фиолетовое ребро. Временно уберу. Так, еще дальше. Поставлю сюда ребро и потом верну в группу. И сюда еще оставшиеся три элемента можно поставить. так. Немножко разъезжается. И вот так. Два центра готовы. За время сборки каждого можно было уже собрать по одному утконосу предыдущих версий. Но дальше интересней. Здесь остается две грани, которые нужно собирать. и все элементы на них уже нужны и располагаются. Вот здесь желтая конструкция хорошая. Отведем ее в сторонку. Нужно собрать еще одну какую-то конструкцию. Так. соберем вот эти вот красно-серые. Не соединяются, поэтому я развернул так вот. Правда, вот это уже не ломать. И еще раз соединю. Пока захватим с собой, поставим сюда. ну очевидно желтый должен быть здесь, а здесь должен быть синий, поэтому надо красный переставить вот сюда. Делается легко. Вот так. Дальше. Здесь собрали. Надо собрать примерно такой же и вот здесь. Можно перехватить даже. Вот свободное движение у нас. и здесь собираем все, что собирается. У нас тут только одно ребро стоит. Сейчас группками соберем все, что можно. Вот этот зеленый вот с этой группой объединим. Так. Но нет ребра. Значит ведем. Вот здесь хорошее место поставим. Дальше. Вот можно вот это желтое собрать. Мне кажется будет удобно. Опять нет ребра. Это надо как-то поменять. Так. Так. Не очень хорошо получилось. Наверное проще будет собрать вот это синее. Опять же без ребра. так. Некрасиво получается. Хотел попроще. Кем-то придется пожертвовать. Давайте жертвовать. Вот здесь должен быть желтый. Делаем вот так. В принципе наверное проще все оранжевые поставить на места. Вдруг тоже совпадет. Не совпадет то и ладно. Давайте не будем заморачиваться. Здесь собрано много кроме вот этого. Здесь собрано одна только. Если повезет можно собрать вторую и потом перемещать. Дальше я пробовал разные стратегии. Получилось даже обычной рыбкой собирать. Но там не очень удобно просчитывать ходы я перешел на стандартный трицикл. Обычный который я чаще всего использую R U' L' U' U' L' U' перемещается три угла. Но здесь понятно что если делать именно в таком формате мало что изменится. Поэтому чуть-чуть надо модифицировать и движение U делать как бы на три элемента. Лучше показать. Давайте смотреть. Вот этот элемент нужно поставить вот сюда. А этот переместится вот сюда. Но это будет наверное не то что нам хочется. Поэтому для начала я наверное вот этот сюда поставлю а этот сюда переместится. Как мы это делаем? вот вот этот сюда этот сюда этот сюда Но сейчас придется с левой стороны делать. Значит L' и вот этот введем раз два три раз два три слишком ровно на то место куда встанет вот этот элемент R и раз два три обратно раз два три теперь L опять раз два три и R' ну и тут куда-нибудь можно повернуть что-то поменялось отчего я этим добился вот этот синий сместился на один но сделаю так еще раз и он встанет на свое место получается я вот этот серый поставлю на свое место и от сместиться на свое тут соберется ну и все соберется просто повторить надо иногда бывает в один три цикла все решается но нужно еще пособирать возможно что-то более оптимальное найдется значит делаем этот сюда этот сюда этот л штрих раз два три р раз два три л уже понятно куда и вот так доворачиваем вверх и все хорошо первый раз я конечно собирал подольше пока придумывал как же собрать две последних грани но в итоге все оказалось банально подобный прием я использовал в татмингсе там пятигранники получаются и шестигранники тут тоже элементов много получается шестиугольник и шесть уголков но это действительно интересный платипус утконос маджик колом 3 санксо молодцы наконец постарались сделали что-то интересное понятно если бы они начали с этого а потом выпустили бы вот это было бы наверное не то поэтому постепенно грустно было с циркулярными пирамидками magic tower который где обе версии чисто визуально только отличаются собираются они одинаково здесь же семейство утконосов три не сложных один поинтереснее кстати зеркальный если хочется собирать побыстрее тоже интересный там подбирать надо то что здесь синий вот этот элемент большой он симметричный а тут нет он не симметричный тут тоньше тут толще нам нужно еще его ориентировать ну по трапециям конечно видно но все же не то что здесь второй чуть-чуть сложнее просто на один этап в скором времени не знаю в каком я сниму подробное обучающее видео по каждой отдельной модели но это будет наверное не очень скоро дальнейшее развитие не знаю какое разве что сделать крэйзи версию продавать ее за 5000 но подсказывать на кто не буду догадаются сами а на этом все всем спасибо всем пока спасибо